Невеста-мышь. Было у крестьянина три сына. Старшего и среднего отец любил, ни в чем им не отказывал, а младшего считал дурачком и во всем его обижал. Жили-пожили, сыновья стали взрослыми, пришло время их женить. Говорит отец, вот сыновья, вы уже взрослые, жениться вам пора. Поезжайте, кто куда пожелает, а завтра утром вернетесь и скажете мне, каких невест себе сосватали. Принарядились старшие сыновья, дал им отец по коню, а младшему ничего не дал. В чем был, в том и отправился он за невестой. Старшие братья поехали прямо в богатые дома, Быстро себе невеста сватали дочерей богатых крестьян, пригожих да с большим приданым. А младший брат пошел, куда глаза глядят, думает, кто за меня горемычного пойдет, да и одет-то я, не как жених. А идти надо, шел, шел по тропке, зашел в лес, да потерял тропку. Много ли, мало ли верст прошел, кругом лес глухой, деревья стоят высокие, кусты непроходимые. Видит, стоит избушка, маленькая такая, низенькая, надо зайти, отдохнуть, спешить-то некуда. Зашел в избушку, а там никого, посреди избушки стол стоит, на столе мышка сидит, на гостя глазенки таращит. Сел парень на лавку, думает, подожду хозяев, должен же кто-то прийти. Тут мышь заговорила, ласковым голосом спросила, куда, добрый человек, путь держишь? Удивился крестьянский сын, отвечает, а ведь ты мне не помочь, не помешать не можешь, так зачем тебе знать, куда я иду? А ты скажи, не скрывай, молвит мышь, кто знает, может я и смогу тебе помочь. Понравилось парню, что мышь так приветливо с ним говорит, решил сказать ей правду. Жениться мне надо, невесту ищу. И рассказал, как отец наказал всем братьям найти невест и как отправил их в путь. Мышь ему говорит, а ты женись на мне. Это показалось парню до того забавным, что он рассмеялся, но как вспомнил свой дом, отца задумался. Раз все надо мной смеются, называют дурачком, я и невесту приведу по себе. Согласился он жениться на мышке, обручился с ней и вернулся домой. Собрались все братья, отец спрашивает у них, кто какую невесту сосватал. Старшие и средние сыны похваляются невестами. А младшему хвалиться нечем, отец говорит. Ну, а ты, дурачок, кого сосватал? А я в лесу невесту нашел. Кого это ты там сосватал? А что в лесу есть, то и нашел, ответил сын. Не стал он больше ничего объяснять, забрался на печку и лег спать. На следующий день отец опять позвал сыновей и говорит. К завтрашнему утру принесите мне хлеб, испеченный вашими невестами. Я посмотрю, кто лучше печь умеет. Отправились братья к своим невестам. Старшие и средние едут, весело напевая. Младший тоже пошел, хоть и не надеялся ничего получить. Какой от мышки хлеб, думает? Разве что сухую корочку найдет, да принесет. Добрался он до избушки, а мышь и его невеста на столе сидит, словно ждет. Спрашивает она у жениха, зачем пожаловал мой суженый, не за мной ли приехал? Пришел за хлебом. Отец всех нас отправил к невестам, чтобы испекли для него хлеб. Хочет посмотреть, кто лучше печь умеет, сказал он. Не тужи, ложись спать. Только жених уснул, мышка вышла на крыльцо, позвонила в колокольчик. Родичи мои славные, слуги мои верные, собирайтесь все ко мне. Сбежалась тут мышей, видимо-невидимо. Говорит им мышь невеста, принесите мне каждое свое лучшее пшеничное зернышко. Мигом разбежались все по норкам, принесли по зернышку, смололи, замесили тесто и хлеб испекли. Утром подает невеста парню хлеб. Обрадовался он, но ничего не сказал, только поблагодарил и пошел домой. Явились сыновья к отцу в зазначенное время. Каждый подает ему свой хлеб. У старшего сына хлеб из ржаной муки, у среднего из ячменной обыкновенный крестьянский хлеб. Раскрывает отец хлеб младшего сына. Он такой ароматный, румяный, мягкий, из чистой пшеницы. Хоть на царский стол подавай. Удивился отец, откуда у дурачка такой хлеб. Но промолчал, не хотел обидеть старших любимых сыновей. Отдает он другое задание. Теперь пусть ваши невесты соткут по куску полотна. Я хочу посмотреть, кто лучше ткет. Опять идут братья к невестам. Младший глядит уже повеселее. Надеется, а вось и его мышка что-нибудь придумает. Пришел в избушку. Мышка тут как тут. Сказал он ей, зачем на этот раз пришел. Она уложила жениха спать, взяла колокольчик, вышла на крыльцо. Родичи мои славные, слуги мои верные, соберитесь все ко мне. Тут сбежалось много мышей, ждут, что она скажет. Мышка невеста говорит, принесите мне каждое свое лучшее льняное волоконце. Мыши юркнули в норки, выбрали волокно, что получше. Мигом вернулись к хозяйке. И закипела у них работа. Быстро спряли нитки, стали основу сновать, ткать. К утру полотно было готово, да такое белое и тонкое, как паутина. Невеста свернула полотно, вложила в ореховую скорлупку, сколько вошло, и подала жениху. Парень поблагодарил мышку и отправился домой. Другие братья уже там с полотном, с большими кусками. Стыдно стало младшему, что у него так мало. Да думает. Пусть смеются, не впервые мне терпеть насмешки. Показали старшие обыкновенное грубое льняное полотно. Младший мешкает. Отец и говорит ему, что же ты, дурак, не показываешь мастерство своей невесты. Видать, и невеста в тебя. Подает он отцу орех, а братья хохочут. Взял отец орех, раскрыл его, вытащил полотно, расстелил. Оказалось пятьдесят локтей, такого тонкого и белого полотна, какое только у царей, наверное, и бывает. Отец больше прежнего удивился, но не говорит сыну доброго слова. Ладно, хорошо, что и ты принес. Иди на печку, спи. Проходит сколько-то дней, опять говорит отец сыновьям. Настало время сыновья и невест показать. Поезжайте за ними, а завтра утром все будьте здесь. Старший, как всегда, на конях, а младший пешком. Идет и думает, вот будет потеха братьям и отцу, как приведу я свою мышку. Теперь-то уж и выгонят из дому. Ах, лучше по свету скитаться. Или в той лесной избушке жить, чем терпеть обиды в отцовском доме. С этими думами входит в избушку и говорит невесте. Отец хочет тебя видеть. Что ж, поедем, отвечает мышка. Запрягла она трех черных мышей в карету из ореховых скорлупок. Одну мышь посадила за кучера, сама села в карету. Ну вот, я готова, едем. Поехали. Мышь едет, а парень рядом шагает. Хоть и страшно ему, и стыдно, а чему быть, того не миновать. Надо им через речку ехать по мосту. Выехала мышь в своей карете на мост. А тут прохожий навстречу идет, дивуется. Что за путники такие, сроду не видал, чтобы мышь в карете ехала. Вот так барыня. Взял и пнул. И невеста с каретой, и упряжка. Все полетело с моста в реку и скрылось под водой. Парень остановился в смущении. Не знает, как и быть. Что же он теперь отцу скажет? Сосватал себе мышь, и та утонула. Но не успел он еще с места тронуться, как вдруг вода в реке забурлила, и на берег выскочила тройка вороных коней, запряженных в золоченную карету. Выбрались кони на дорогу. Кучер осадил их, тройка остановилась. А из кареты выходит девушка невиданной красоты. И во сне ему такая никогда не снилась. Стоит он, будто к месту прирос. А девушка смотрит на него, улыбается и говорит, что же ты стоишь? Садись в карету и вези меня к своему отцу. Это я, твоя невеста. Ничего не понимает парень, но все-таки сел в карету. Подумал, что это сон. Тут девушка стала ему рассказывать о себе. Я дочь короля. Злая Сю-Ой-Атар превратила меня, и все наше царство в мышей за то, что я не согласилась выйти замуж за ее сына. И до тех пор я должна была быть мышью, пока не найдется человек, который согласится жениться на мне, и пока меня не сбросят в воду. К счастью, прохожий сбросил меня в реку, и я смогу показаться твоему отцу девушкой. Счастливый жених подъехал с красавицей-невестой, с дочерью короля к отцовскому дому. Там ждали его, остальные братья с невестами уже были на месте. При виде такой богатой упряжи все опешили, но когда младший сын подвел свою невесту к отцу, никто глазам своим не поверил, а отец и рта раскрыть не смог. Вот так дурачок всех одурачил. Тут отцу стыдно стало, что он обижал его, называл дураком. Уж по-другому стал смотреть он на младшего сына. На свадьбе отец спрашивает у него, где он нашел такую невесту, а сын опять и отвечает, в лесу нашел. Хотел отец обозвать сына по привычке дураком, да вовремя спохватился. Девушка услышала это и рассказала отцу все без утайки. После свадьбы младший сын уехал в королевство своей жены, где все уже стало по-прежнему. Там они и сейчас живут в счастье до богатстве, если еще живы. Девушка услышала его.